Инструмент 65 тем был разработан в Сила Медиа для того, чтобы показать дисбаланс тематический, который встречается в большинстве журналов, газет, неважно, информационных сайтов, блогов и так далее. То есть пока люди создают это в потоке, они не успевают отслеживать, каким темам, каким отраслям знания и работы социума они уделяют наибольшее внимание. Когда берешь, например, информационный сайт за три месяца и просто подсчитываешь, на какие тематики, какого формата материалы были написаны, то очень четко виден тренд и видны такие тенденции редакции, которые просто без этого анализа не увидишь. Затем мы начали этот инструмент использовать для редакционного планирования, когда мы смотрим на те целевые группы, на те персонажи, которые нас интересуют, как возможные наши пользователи, и смотрим, какие отрасли, какие части именно социальной жизни, общественной жизни им интересны, и концентрируемся и планируем наши публикации именно на эти тематики. Я предлагаю использовать этот инструмент вам в рамках создания мультимедийного проекта именно для того, чтобы расширить свои горизонты, вспомнить о тех темах, о которых вы, может быть, просто забыли и вот в рамках своей деятельности уже не замечаете. Этот список тем, он позволяет представить себе, насколько разнообразны интересы разных ваших целевых групп, разных ваших пользователей могут быть. Возьмите какую-то одну, да, распланируйте, насколько глубоко или насколько локализованно вы эту тему хотите представить. Соедините это с персонажами, посмотрите, попробуйте представить, что ваши персонажи хотят узнать о той или иной тематике. То есть не цепляйтесь исключительно за те темы и за те идеи, которые у вас уже есть, которые вы уже отрабатываете. Попробуйте, даже если вы потом вернетесь к той идее, которая у вас была изначально, все равно заставьте свой мозг думать, а что еще мы можем сделать. У нас есть такая поговорка, что мы для создания какого-то проекта придумываем 64 способа его реализации, потом выкидываем первые 16. Ну, потому что наш ленивый мозг, он так устроен, что он подкидывает решения, которые, ну, там, либо самые простые, либо те, которые мы уже видели, либо, ну, там, типа, ну, так же все делают, вот и ты так сделай. И когда первые 16 идей выкидываешь, то вот уже после этого опытным путем установлено, что там уже начинается креатив, там уже начинается такая мозговая хорошая деятельность. Заставляйте свой мозг работать. Он потом привыкает, начинает получать от этого удовольствие. Продолжение следует...